Микс Ньюс И на связи у нас вот красивая картинка с видом берлинского Берлина За окном Штефан Шмидке Доброе утро, Штефан Доброе утро, доброе утро, здравствуйте, Женя Спасибо большое, что с разницей такой и так рано вышли с нами на связь И мы сегодня договорились поговорить о том, как в этих нынешних условиях Ведут себя директора больших театральных фестивалей, которым ты являешься Представляю, Штефан Шмидке уже несколько лет руководит Являешься руководителем, художественным руководителем большого фестиваля, который называется Театр Der Welt Он проходит один раз в три года в Германии Все время меняет свое местоположение, каждый год в разном городе И большая программа, спектакли, театральных спектаклей со всего мира И ты этим занимался последние несколько лет, правильно я понимаю? Маленькая ошибка То, что, конечно, это каждые три года происходит Художественный руководитель этому тоже поменяется В следующий раз будет другой руководитель В следующий раз будет другой Это у меня выпуск, который будет планирован на май 2020 года в городе Дюссельдорф Из всем понятных причин мы получили информацию, что это в этом году не будет происходить И в том самом моменте нам было сказано, что это переводится на 2021 год Это впервые в истории этого великого фестиваля Который происходит с 1981 года в Германии И является самым крупным международным театральным фестивалем в нашей стране И у него большая история И он курируется международным театральным институтом, как я понимаю Чтобы можно пройти этот фестиваль, это не совсем просто Поскольку города, которые хотят быть хостом этого фестиваля Должны пройти через процедуры концепции И в параллели 2-4 разные города представляют свои концепции И международный театральный институт в конечном туре выбирает самую интересную концепцию Которая потом получает возможность исполняться И город Дюссельдорф, город международных яморок Один из тех городов в Германии Который находится в полном процессе Переобстановки своей внутреннего города Там строится новое метро, новые улицы И в том процессе, как город меняется Как наше отношение к публичному пространству городов меняется Концепция и идея фестивала состоится в том Как мы и искусство реагируем на перемены в открытом постранстве городов Кому этого принадлежит и как мы, как люди, которые живут в этом городе, с этим справятся Можно я скажу тоже свое впечатление о Дюссельдорфе Потому что у нас с тобой был опыт совместного мероприятия Мы делали Дни российского театра в Дюссельдорфе 8 лет назад Это был большой проект В рамках международного сотрудничества между Россией и Германией И мы делали это в Берлине и в Дюссельдорфе тогда Это был большой проект, который мы тогда сделали И в Дюссельдорфе я была тоже по приглашению мэрии Дюссельдорфа Когда работала в правительстве Москвы И мы как раз обсуждали общественное пространство И перспективу развития городов И то, как города разворачиваются к людям, которые там живут И пытаются выйти на международные какие-то отношения Не только в области культуры, обмена по экономическим вопросам А еще и в области действительно создания вот этого публичного пространства Комфортного для жизни людей в этом городе И вот мне кажется, что театр Шаушпильхаус Дюссельдорфа Он же находится в центре города Он такая точка притяжения Помимо театра еще есть прекрасный концертный зал в Дюссельдорфе Я помню, на набережной И город, по-моему, гордится вот такими большими институциями культуры Которые у него есть в Дюссельдорф И я хочу вывести к тому, что проведение подобных фестивалей Это еще и большой стимул для развития городской инфраструктуры И формирования общества Гуманитарного формирования общества в городе Связано с этим фестивалем очень многое и разные перспективы Поскольку, точно говоря, что Шаушпильхаус, это драматический театр в городе Дюссельдорф Стоит как будто бы в центре, но не находится в центре внимания городской жизни Поскольку городская жизнь — это современные, это рестораны, это магазины, это шоппинг-майл Современные инструменты социальной жизни города И поскольку это не совсем верно, поскольку и театр — очень важный инструмент или место культуры Изменения в городской архитектуре вернули театр в центр города Это очень тонко связано с переменой улиц, туннелов и новое соединение центра города И к тому же все это, весь город был почти перекрыт на протяжении пяти лет И сам театр был закрыт И сейчас город проживает процесс оживления новой городской структуры И поэтому город решил приглашать художников из всех стран мира Чтобы жители города Дюссельдорфа провели этот процесс новой жизни, новой атмосферы совместно с международными гостями В результате этого будет абсолютная новинка для всех театров в Германии Поскольку, как вы знаете, театр откроет свои двери обычно к вечеру, к шести, к семи, чтобы там кассы и люди провели Городской театр Дюссельдорф будет первый театр в Германии с так называемым open space Театр в будущем будет открыть свои двери к девяти утра Там будет свободный доступный интернет И в фойе будет рабочее место для студентов Поскольку недалеко от театра находится Академия искусств И чтобы студенты могли провести свободное время, пройти через парк Театр предлагает свои фойе для открытия пространства всех жителей города И к тем театр соединяется, как шоппинг-молк, где можно сидеть и пить кофе Присоединяет свои постранства к этому ежедневному жизни города И это мы смотрим к началу сентября Если проблема с короной будет нам чуть понятнее Open space, открытое постранство в фойе театра каждый день И вот многие такие элементы присоединяются вокруг художественного фестиваля Ну хорошо, тогда мы перейдем к самому художественному фестивалю Программа формировалась, как я понимаю, в течение трех лет После предыдущего или даже больше, наверное, когда вы готовили на конкурс свое предложение И твоя задача как художественного руководителя – это сформировать программу И договориться со всеми партнерами, с театрами по всему миру Сколько стран у тебя сейчас запланировано в этой программе? Сначала я вам открою маленькую тайну Хорошо В 2017 году был выпуск в Гамбурге И уже в этом году была передана задача в Дюссельдорф Но поскольку все структуры должны быть придуманы Вы понимаете, фестиваль начинает с нуля Сначала первый год проводится с какими-то переговорами Насчет денег и структуры Второй год проводится вопросом «А кто будет художественным руководителем?» И в конечном счете художественным руководителем Остается один год, чтобы заниматься программой Вот так, что для фестиваля такой величины Это уж не большой срок Но поскольку я работаю уже 15 лет в этой отрасли 12 месяцев в общем-то достаточно мне показался Я приглашал в конечном счете То, что совсем новое для фестиваля театра мира Это и первые в истории этого фестивала Один третий нашего программы будет состояться из театра для молодежи и детей Такого никогда не было, поскольку международные структуры молодежного театра довольно неразвитые И я подумал, поскольку в Дюссельдорфе существует огромный и фантастический молодежный театр Который является частью Дюссельдорфского театра Я с самого начала сказала Без детей и молодежи мы не можем здесь провести международный фестиваль И это значит один третий программы для молодежи и детей Тоже из всех континентов За всякими вопросами, которые к этому являются В конечном счете мне удалось приглашать 34 международных продукции И они изо всех континентов мира И по большому счету, как я понимаю, из 27 разных стран мира Будет театр во 24 языков на 11 цент в городе В центре города не только в Шаушпильхаузе, а и с разными партнерами вокруг этого театра То есть вы по всему городу раскладываете эту программу Она идет не только... Центр это Шаушпильхауз, в котором все концентрируется и большие спектакли играются Но также еще и все приглашенные программы, она распределяется по всему городу, да? Конечно, без партнеров не обойти В Дюссельдове существуют интересные, всемирно известные институции Например, очень знаменитый в мире К-21 Музей современной искусства 21 века Это можно сравнить с Парижем, с Нью-Йорком Это великолепное забрание искусства 21 века И, конечно, художественным руководителям было интересно сотрудничать с такой институцией И первые месяцы в Дюссельдове я провел с переговорами В Дюссельдове существует замечательный центр современной танца Танцхаус в Северной Реинвестфале Существует центр независимых структур театральной Называется FFT, форум «Свободный театр» Дюссельдов И с большим удовольствием я, конечно, приглашал все эти институции к сотрудничеству И в конечном счете мне удалось собрать 11 партнеров вокруг Дюссельдовского театра И те, которые знают, Дюссельдов чуть похоже на Риге Там в центре города течет большая река И справа и лево страна И я очень горжусь в том, что из всех разных регионов города Мне удалось найти партнеров В конечном счете 11 И ведь по продолжительности этот фестиваль занимает полмесяца Или сколько по времени он должен идти? Программа насколько растянута во времени? Я чуть-чуть еще говорю про историю Поскольку послевоенная Европа во Франции, в Англии, в Австрии, в Нидерландах Строили новые фестивалы Венский фестиваль, Холланд фестиваль в Амстердаме Фестиваль Авеньонский, Эдинбургский Это все фестивали, которые были основаны в 1949-1951 году Которые принимали свою долю в возрождении европейских идей С Германией, которая была виновна в этой Второй мировой войне Ситуация чуть по-другому Поскольку была западная и восточная Германия И поэтому первый фестиваль значительный Появился так поздно, в 1981 году Но по размеру это справится Или может сравниться с Венским фестивалом Который длится 3 или 4 недели И будет показано 35-40 продукций всего мира Разница с театром мира состоится в том Что Венский фестиваль Это есть для Венцы Это есть городская культура Понятного этому программисту Если, смотря на театр мира Задача программ директора состоится в том Сначала открытым глазом, ухом и носом Посетить тот город И выслушать внутренние тенденции развития И реагировать на это И это, конечно, Германия федеративная страна Там очень разные города Разные люди живут Чуть-чуть посложнее Поскольку это требует особой концентрации На региональные особенности Можно я еще спрошу Ведь поскольку фестиваль путешествует из города в город И каждый раз он трансформируется Вот если основываясь на том, что ты сейчас рассказал Каждый раз он трансформируется Учитывая и тенденции мирового театра И сочетая их с тенденциями развития того города Который является хозяином в этом году И были же разные города, в которых проводился этот фестиваль Как, на твой взгляд Вот ты говоришь о том, что в Дюссельдорфе Очень важна программа для молодежи Потому что и городу это нужно И я так думаю, что это отвечает и тенденциям развития Вообще театра в мире сейчас Наверное, в какой-то степени Потому что если бы не было из чего выбирать Хороший театр для молодежи Ты бы тоже не мог этого сделать Значит, есть выбор, из чего можно привести А если ты можешь посмотреть назад Какие еще были тенденции Вот такие очевидные Которые проявлял театр мира За время своей жизни Ты можешь вспомнить какую-то вот Какую-то вот особенность Которая в тот момент говорила о том Что вот театр существует сейчас так И поэтому он в этом городе И поэтому он вот такой вот по программе Или это каждый раз примерно можно Всегда проследив его историю Это ощутить Вот это самый интересный вопрос И в этом состоит прелесть этой работы Впервые надо, конечно, понять, где происходит фестиваль Где ты живешь Что происходит у тебя здесь перед домом И второй вопрос Как это связано с тем, что происходит вообще в этом мире И из этого разговора, внутреннего сначала разговора Развивается тенденция Куда смотреть Чему преследовать Интересно, конечно В первую очередь Что есть внутренние европейские процессы И есть мировые тенденции Надо сказать, что фестивали в 90-х и 2000-х годах Были и европейские фестивали Были сильно сконцентрированы на европейские процессы Это было рождение нового документального театра Это феномен международного значения В Европе связано и с Польшей, и с Россией, и с Прибалтикой И с этим странам, которые присоединились Или не присоединились к Европейскому Союзу Война современного документального театра будет В истории театра так, как Брехтский театр Открыт совершенно новые непсихологические походы к театру Это вечно и стоит на месте После этого, после театра Очень сильно было связано с европейским понятием Новой Европы, новой европейской идеей Каково она удалось или не удалось Это уже другой вопрос Хотя бы нашлись голоса, которыми этому дали свою мысль То, что потом происходил, был ясный взгляд На Латинскую Америку, на Азию И особенно у европейцев на Африку Поскольку в конце 2000-х годов Началась тенденция заниматься вопросами колонизации Или вопросами, как Европа колонизировала весь мир И как из этого можно выйти И поэтому наш взгляд на Африку и вопросы, как африканские государства И люди из этих стран справятся с этими проблемами Занимают сейчас как раз очень большую долю И в газетах, в музеях И, естественно, и в театральном мире И поэтому в моем программе найдется 6 позиций из Африки Хотя бы Африка, очень большой континент Хотя бы 6 позиций сильно рефлектируют эти тенденции сейчас Скажи, а теперь мы придем к нынешнему моменту Вот театр, ваша команда, твоя команда Город, твои партнеры, 11 партнеров Эти 35 проектов, которые со всего мира Вот вы все подготовили И фактически вы же выпустили уже буклет Я видела, вы анонсировали буклет Я вот могу смотреть Вы выпустили уже буклет И тут случилось неожиданное Я так понимаю, что это довольно такое было трудное решение О переносе на следующий год Других вариантов нет Потому что просто откладывать в течение этого года в неизвестность Это практически обрекать фестиваль на какую-то неясность Да, в будущем И говоря о том, что это просто переносится на следующий год На те же сроки, только другого мая месяца Правильно я понимаю, такое решение принято Но все равно вот эту всю структуру, которую вы собрали Которая уже готова, которая уже сделана Ее надо было перевести теперь на другой ход Как вы с этим справились? Как это все? Это же с точки зрения финансов, как сложно все Ведь наверняка и все партнеры получили какое-то софинансирование В своих государствах Это же все, что было сделано за два года Надо было сейчас, за какой-то короткий период Перестроить Или вы все еще этим занимаетесь? Мы пока еще поймем, что происходит Правда, мы очень счастливы Надо понять, что фестиваль Театр мира Театр der Welt Это федеральный фестиваль Который состоится из трех частей Это сфинансирование города В котором это происходит Финансирование той федеральной земли В котором это происходит И третий партнер Это федерация в Берлине Министерство культуры Которое дает третий част финансирования Это уж не совсем просто Как вы можете представить себе Очень живо Поскольку по властям разные партии С разными идеями О своей культурной политике И программ Директ Придется их все присоединить Общей целью международного фестиваля И к сложному и интересному моменту Еще надо сказать Что фестиваль зависит от структуры Городского театра Так что мы маленькая группа Который приглашен в какой-то такой-то театр В этом случае Дюссельдорский шашпилхаус И мы с этим театром С существующим структурой Этого театра Должны работать И придумать структуру театра Театрального фестиваля И к тем этом самым Каждый выпуск Этого фестиваля Театр мира Абсолютно и совершенно другой В своей структуре Поскольку фестивальная команда Приадаптируется Театральная структура театра И тем более Что бюргерский город Гамбург В котором большой зал 1200 мест В котором существует Пять театров в параллеле Должен сделать совершенно другую программу Чем Дюссельдорский шашпилхаус Который как единственный театр Стоит в центре города И должен Брать на себе Все разные Эстетические вопросы Театра В других городах Например Был выпуск В 2014 году В городе Мангеме Это чисто индустриальный город И Вопросы театра Там были очень сильно связаны С переменной в мир рабочих Поскольку наш мир Как мы относимся к работе Как работа происходит Конечно Меняется И поэтому там Фестиваль театра мира Состоялся по большому счету Из проектов В городском постранстве Поскольку В том самом моменте Театр находился Под реконструкцией И так далее И так далее И поэтому процесс Как выглядит Следующий выпуск Очень сильно связано От очень живого Живое понятие процесса И Вот это плейлист Плюсы и свои минусы В Вене У тебя там есть Профессиональная команда Она сидит Целый год И работает Над тем И другим вопросом А при театре мира Придется это все По детальному Построить Заново Или нового Поскольку Как заканчивается Выпуск Все идут По домам А новая команда Будет Приглашена Только через Два года Вот Это Какой-то Тебе деталь То что касается Самому вопросу Сейчас В этом мире Мы В Дюссельдорфе Живем Очень Привилегированных Обстоятельствах Поскольку Немецкое государство Принимает Большие меры Чтобы спасти Индустрию Спасти Рабочее место И так далее И так далее И все Наши Субсудия Они Перенесены В другой Фискальный год Это для нас Очень просто И я очень счастлив Что наши политики Решили Таким Очень быстрым И очень Интеллектуальным И Очень Правильным Ходом Наша Сложность Остается В том Что Художники Наши партнеры По большому счету Работают В Индонезию В Нигерии В Ургенофазе В Египте В Чили В Аргентине И Моя задача Сейчас В том Что Надо Понять Что Происходит Там И Картина Меняется Каждый день Поскольку Будет ли Выдана Виза Уже Через Полгода Или Будет Вообще Та Или Та Граница В течение Будущего Года Закрыт Может Ли Эти Люди Приезжать В Европу Вообще Будет Выживать Эти институции Поскольку Даже Опорные Театры С которыми Мы Затрудничаем В Индонезии Не Знает Будет ли Команда Еще жив Через год Или Разваливается Та самая Опорная Институция Поскольку Вопрос Как Живет Вся Индонезия Там Вообще Искусство Коммерческое Она Живет Почти Без Государственного Субсидия Так что Я стою В очень Комплексном Пересечении Вопросы Поскольку То что Будет Произойти В ближайшие Шесть месяцев Будет Решать Вообще Состояние Мира Искусства В мире И Я боюсь Что Вся Мировая Продукция Искусств Сейчас На нуле И мы До конца Года Почти Не Увидим Новых Шедевров Новых Произведений Искусств Поскольку Почти Ни Одна Институция Даже В нашем Богатом Европе Будет В состоянии Сказать Мы В сентябре В октябре Вернемся В нормальный Режим Работы Вот Такая У меня Сейчас Задача Слава Богу У нас Есть Вот Такой Скайп И Я Говорю С нашим Партнером В Китае Там Ситуация Как Нам Будет Представлено Все Окей На самом деле Выглядит Гораздо Сложнее Чем Мы Представляем И Китайские Театры Не Готовы Передить К нормальный Режим Работы И так Далее И так Далее Очень Тонкое По всем Детайлам Вопросы В Мексике В Канаде В США Вообще И так далее Я хочу Еще Сказать Что Ты Сейчас Пока Говорила Я думала О том Что Какие-то Проекты Наверное Специально Создаются Для вашего Фестиваля У вас Есть Не только То Что Существует Живет Работает А то Что Вы Вместе Придумали И должно Было Состояться В качестве Премьеры На вашем Фестивале Такие Продукты Тоже Есть И С ними Совсем Сложно Потому Что Процесс Был Запущен А теперь Он Заторможен Он Заморожен И как Он Разморозится Ли И будет Ли Художник Который Его Делает В том Жестном Состоянии В котором Он Был Прерван В этом Процессе И Вот Это Очень Тонкие Вещи Которые Уже Не Зависят Ни От Менеджмента Ни От Денег Ни От Ни От Политики Ни От Чего Это Зависит Просто От Внутреннего Состояния Художника Как Он Сможет Перенести Тот Процесс Который Он Запустил С Отсрочкой На Год Я Все Время Думаю Об Этом Как Это Сложно Потому Что Мы Меняемся Художник Самый Живой В этом Процессе Художник Самый Живой Каждый День Режиссеры На Скайпе Которые Придумывают Новые Идеи И так Далее Я Должен Еще Добавлять Я Конечно Очень Гордый Программ Директор И Поэтому Большинство Выпуска Фестиваля Театра Мира Состоится Из Новых Продукций Я Хотел Этого И Это Тоже Необычно Есть Выпуска Этого Фестиваля В котором По большому Счету Есть Приглашенные Работы Которые Уже Существуют А Я Сказал Нет Я Хочу Живого Процесса И В общем-то 11 Из Наших Продукций Специально Для нас Сотрудничества Нашего Фестиваля И Поэтому Мы Все Остановили Вовремя И Остановили Все Из того Что Был Уже Запрещен Репетировать И Поэтому Ни Одна Из Этых Продукций Начали Свои Репетиции И Поэтому Мы Очень Надежное Состояние Что С Новым Художественным Складом Мы Все Эти 11 Проекты Можем Как Свежие Продукции Перенести На Будущий Год В этом Живет Уже Больше Вопрос Логистики Поскольку Художники Уже Имели Свои Планы На Будущий Год А Я Конечно Тот Первый Счастливый Который Может Понять Свои Пальцы И Сказать Давайте Мы Знаем Что В июне Будущего Года Будет Театр Девельт В Дюссельдорфе И С Этими Мы Сейчас Находимся В Переговорах Сложные Сложные Проект Бэкстер Театром В Кейптауне В Капштадте Там Работает Впервые История Африканские И немецкие Актеры Совместном В одной Проекте Это Великая Африканская Литература Джеймс Худси Он Получил Нобелевскую Премию За книжку Жизнь И время Майкла Ка Которую Мы хотели Впервые Поставить На Театр Сцену Там Конечно Есть Энтузиазм Поскольку Это Очень важная Литература Которая Не потеряет Своё Значение Через годы Наоборот Может быть Даже Получает Новую долю Мысли Концептуальной Там Проблема Очень простая Может ли Какой-то человек Через год Съездить В ЮАР И там Репетировать И Придётся Нам Репетировать В какой-нибудь Другой стране Вокруг В Намибии Или Вот такие Ходы Которые Придётся Придумать Сейчас Нашему Менеджменту Придумать Штефан Покажи Нам Ещё Берлин Спасибо Я знаю Очень плохая У меня Камера Но Нет Это Очень красиво Вот Сейчас Вы видите Александр Плац Слава Богу Всю ночь У нас Шёл Дождь Который Мы Сильно Долго Ждали Три недели Без дождя Всё было уже Как-то сухо А как вы видите Всё прекрасно Зазеленыло Зелёное Вот смотрите Вот это Вид на восток Берлина А тут В это направление Вид на Запад Берлина Я живу На самом севере Вы видите Отсюда С север На юг Там Красная Ратушка И конец Нашей Городской Шоу Достопримечательности Спасибо тебе Большое Извини, что мы Немножко задержались Это очень интересно Я тебе очень желаю Справиться Со всеми теми вопросами Которые мы сегодня С тобой обсудили И очень надеюсь Что через год Я приеду И посмотрю Всё, что получилось В Дюссельдорфе У тебя Я об этом мечтаю Спасибо вам большое Привет Я у нас в театр Нашего великого партнёра В городе Риг И мы надеемся На новую работу Из этого театра Который был уже Спланирован Отложено Но ждём Новостей Из Я у нас Театра Я у нас Рига с театра Да, да Женя, спасибо вам большое Спасибо Желаю вам удачи Спасибо за приглашение В ваш эфир Спасибо большое Спасибо До свидания Субтитры подогнал «Симон»